в этом фильме мы попытаемся построить новую модель нашей земли отталкиваясь уже от известного и начнем с того что я говорил как-то в своей одной такой вещи в фильме что сегодня по нашим знаниям у земли существует якобы два полюса северный полюс и южный полюс это известно всем со школы и второе что земля вот при таких северном и южном полюсах является как бы сферической то есть у нас получается в этой модели северный полюс представляет собой точку определенную где-то там геометрически определенную и южный полюс соответственно противостоящую точку такую же что это значит физически это значит что напряженность силовых линий магнитного поля который формируется у нас землей которая установлена физической наукой то есть это напряженность и это магнитное поле она определенным образом меняет свои характеристики приближаясь к полюсам а проще говоря напряженность магнитного поля на полюсе намного выше в миллионы миллиарды раз выше чем в любой другой точке почему потому что когда вы берете магнит вы можете это посмотреть на любом магните самостоятельно или по картинкам то вы видите что в точке его полюса магнитные линии сходятся в одну точку а в остальных точках магнитные линии расходятся на самые широкие расстояния что это означает в рамках нашей земли если бы у нас был какой-то прибор условно говоря ну какой-то какая-то лампочка которая зажигалась бы от магнитного поля что мы могли бы с ней бы увидеть что допустим если мы ее ставим суда она горит например накалом пол вольта условно и когда мы идем туда в сторону северного полюса она начинает постепенно возгораться ярче 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 и на самом северном полюсе взрывается как атомные бомбы просто снося все почему потому что там в миллионы раз больше напряжения вот что происходит реально если кто этого просто так не понимает можете провести примерные аналогичные опыты с тем самым трансформатором когда у него меняется оплетки знаете есть такие трансформаторы с движком с помощью этого движка вы можете промоделировать весь процесс что же у нас происходит в реальности а в реальности сколько туда людей и техники не ездила на тот северный полюс или на южный никаких проблем ни с техникой не с людьми не произошло почему да потому что там приборы показывают ту же самую напряженность что и здесь более того что у нас на курской магнитной аномалии напряженность магнитного поля больше чем на северном полюсе то есть грубо говоря у нас северный полюс то реально расположен около курска так вот эта проблема она очень сильная то есть у нас получается так что силовые линии как нарисовано на картинках поясняющих работу силового поля земли они располагаются совершенно не так они располагаются совершенно ровными рядами как например вокруг какого нибудь ну скажем так цилиндра потому что в этом случае да есть у нас цилиндр есть вот такой и вокруг него вот такие магнитные силовые линии туда вот только у нас течет по этому цилиндру а силовые линии перпендикулярны ему то есть то что мы и проходим в школе тогда возникает вопрос где мы можем найти этот самый электрический ток нам опять же говорят что существует какие-то поверхностные токи которые движутся параллельно поверхности поэтому мол и вся остальная магнитная механика перпендикулярно им и появляется но давайте посмотрим на устройство земли в несколько большем масштабе потому что все эти мелкие токи которые мы с вами не ощущаем они того самого электрического поля которым защищена наша планета они совершенно не дадут и что это за поле давайте посмотрим на цифру у нас получается так что поверхность земли имеет положительный заряд а облака на какой-то высоте имеют отрицательный заряд там скапливается как бы электроны разница этого заряда и земного заряда то есть разница потенциалов примерно 400 киловольт 400 тысяч вольт это колоссальное вообще напряжение и некоторые конечно могут сказать да подумаешь напряжение зато сила тока маленькая небольшая давайте теперь посмотрим про силу тока откуда мы можем взять с вами данные о той силе тока который существует между небом и землей назовем это так из того явления которое называется гроза или молния оказывается если посмотреть справочники у нас получается во первых что молнии долбит сверху вниз с частотой 50 герц то есть 50 молний в секунду долбится на всей земле из неба в землю это первое а второе что единовременно существует вот в этом молниеносном прорыве полторы тысячи молний это если брать всю землю как единое целое то есть представляете вот мы сидим допустим в москве я вот сейчас не вижу никакой молнии но в этот промежуток времени полторы тысячи молний с миллионными зарядами с различными они где-то другом месте проникают с неба на землю и теперь что мы из этого видим а вот теперь представьте что в такой интерпретации наши с вами земля представляет собой такую двух частную концепцию есть внутренний какой-то плюсовой модуль у которого плюсовой заряд и есть внешний модуль у которого отрицательный заряд и вот между этими двумя заряженными платформами всегда пробивают молнии да конечно можно их назвать пробой диэлектрика может быть но поскольку существует вот та самая 50 герцовая частота 50 молний в секунду а это в прямом смысле 50 герц то эту ситуацию можно назвать конденсатором с переменным током и тогда получается что наша вся земля то есть плюсовая сердцевина и минусовое небо она является тем самым переменным конденсатором то есть конденсатором работающим в переменном поле а как мы знаем конденсатор пропускает переменный ток каким образом это делается нас сейчас не волнует нас конструкция в данном случае вот этих отдельных элементов не так важно главное что это все установленные варианты реализации теперь мы дальше смотрим что получается получается при такой конструкции вот у нас есть такой небольшой конденсатор в виде земли у него от одной обкладке к другой все время идет электрический ток да в масштабах земли нам кажется что от молнии к молнии большие километры и это очень далеко но масштабах когда наша земля равна какому-то конденсатору размером сантиметр это будет визуально глядеться так что как будто молнии все время бьются рядом и как будто просто идет все время электрический ток стоя самой частотой 50 герц и плотностью 1500 молний единовременно дальше смотрим на эту ситуацию вот мы установили что от неба к земле идет все время электрический ток что дает нам этот переменный электрический ток он дает нам переменное магнитное поле переменное магнитное поле оно сделано всегда таким образом что расположено поперек этого самого тока перпендикулярно к нему у нас сверху вниз идет электрический ток значит магнитное поле находится параллельно поверхности земли параллельно поверхности земли то есть вы понимаете теперь почему у нас на полюсах на северном и на южном одинаковые значения как и везде в остальном потому что нет никаких северного и южного магнитных полюсов потому что у нас магнитное поле земли расположено параллельно параллельно земле и когда рассматривать иногда возможность полетов в космос то опирается как раз на этот вариант когда у нас есть плотность магнитного поля например там на километре от земли туда вот при такой плотности на этом уровне магнитного поля мы можем условно говоря плавать и человеческий организм может еще функционировать а когда например 100 километров далеко за пределами вот этого конденсатора уже там где нет никаких электрических поддерживающих сигналов там уже человек существовать не может потому что наше место жительства находится только между обкладками этого конденсатора ну и где-то как виртуальных частиц где-то рядом с ними на небольшом удалении поэтому на самолете вы можете подняться над какими-то этими самыми облаками на немножко но только не так чтобы электромагнитное поле которые формируют вот эту всю нашу реальность только не так чтобы она до вас не доставала если она не будет доставать перестанет доставать ваши процессы ауто технические как например работа мозга работа сердца работа кровеносной системы они просто прекратятся у них не будет электрического содержания своего чтобы они воплощались жизнь так что вы понимаете если мы берем внутреннюю часть земли сферической у нас получается сферический плюс вокруг него такое знаете сферический минус из которого все время бьют эти молнии и такое странной формы магнитное поле которое находится как бы тонкой такой прослойка между этими самыми небесными и земными зарядами но самая большая проблема здесь возникает в том что непонятно место отвода электричества из той самой земли и подвода электричества к тому самому небу если кто-то будет считать что как-то можно изогнуть нижнюю сферу каким-то образом чтобы эти заряды опять возвращались каким-то иным путем в небо то тот ошибается потому что такой структуры такой формы не существует если же брать какую-то кротовую нору что например внутри земли имеется черные дыра и когда электричество все стекает туда она попадает под пространством как бы сверху на наше с вами небо и самого небо опять спускается на поверхность земли такая система в принципе возможно математически но технически такой системы еще никто не создал нет никакого создания такого чтобы работала на этой самой черной дыре если брать другую систему что например у нас земля является таким знаете тором вот таким и внутри есть какая-то срединая часть в которой все это проникает то тогда получается что магнитные линии как они рисуют они вот такую форму имеют перпендикулярную поверхности земли что в общем то противоречит нашей с вами концепции которую мы только что построили поэтому единственная правильная форма который из нее проистекает это знаете такая штучка как либо плоская так вот допустим плюсовая откладка конденсатора плоская минусовая тоже плоская вот розы между ними идут по прямой линии магнитное поле перпендикулярно и параллельно поверхности земли да вот так но тогда где-то внизу под землей есть некий такой шланг по которому электрические заряды перебрасываются туда на небо и опять они приходят в ситуации разделения то есть где-то стоит источник этой самой электрической разделенности и вот в этом случае максимально приближенной к реальности формы земли она может иметь либо форму плоскости либо форму чаши и тогда получается как в нашей с вами электрической лампе которая в усилителях стоит прям точно один в один там получается эмиттер это который излучает электроны он расположен внизу он подогревается электричеством это наше небо там получается коллектор который находится сверху это наша с вами земля если только из двух и вот все электроны которые протекают между коллектором и эмиттером это те самые грозы которые происходят на нашей с вами земле форма этих самих коллектора и эмиттера она может быть конечно разнообразной совершенные бантик и узелок и плоскость она никак не влияет на процесс но взаимоположение между ними они должны быть только такими что это две некие такие плоские антенки антенна излучающая и антенна принимающая на середине между ними то самое небо которое и пропускает сквозь которые и проходят те самые токи вот такая форма земли я к ней прихожу уже на основании совершенно новых данных но уже раз наверное в десятый то есть сама земля она похожа полностью на тот самый вакуумный прибор вакуумную лампу который в наших усилителях ну и наконец скажу что своей книги пылающий мост я впервые или во второй раз разобрал эту схему показал ее внимательно во всех частях и самое интересное что этом показал что земля наша та самая вакуумный ламп а мы в ней если параллель проводить мы вне те самые электрические зарядки то есть грубо говоря если вакуумную лампу воспроизводить до больших больших размеров до размеров земли то мы с вами из электрических зарядов превратимся вот в эти наши такие тела и будем исполнять те же самые электрические команды и жить только в электрическом поле этой самой лампы